Представляю вам доклад на тему функционерной системы оказания онкологической помощи в Калининградской области. На территории Калининградской области выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Это первичные онкологические кабинеты, которые включают в себя группу диспансерного наблюдения, распределения и направления пациентов. Центр амбулаторной онкологической помощи – это процедурные медицинские сестры, палатные сестры химиотерапии и специализированные медицинские учреждения – это Калининградская ОКБ. При подозрении или выявлении у пациента онкологического заболевания врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей практики, семейные врачи, врачи-специалисты, медицинские работники и среднего медицинского персонала направляют пациента в Центр амбулаторной онкологической помощи или клиникодиагностический центр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения, областная клиническая больница Калининградской области, далее Калининградская ОКБ. Информация о подозрении на онкологическое заболевание направляется врачу-онкологу, медицинским работникам через медицинскую информационную систему МИС-БАРС или в первичный онкологический кабинет клиникодиагностического центра Калининградской областной клинической больницы. Первичная, в том числе специализированная медико-санитарная помощь по профилю онкология оказывается врачом-онкологом в Центре амбулаторно-онкологической помощи и включает мероприятие по профилактике, диагностике и лечению онкологических заболеваний в клиникодиагностическом центре Калининградской ОКБ. При онкологических заболеваниях, выявленных после консультации врача-онколога Калининградской ОКБ, входящих в рубрике МКБ, я не буду их перечислять, а также соответствующим кодам международной классификации болезней онкология, врач-онколог Калининградской ОКБ для определения лечебной тактики организует консультации врачебной комиссии или онкоконсилиума врачей с применением телемедицинских технологий в федеральных онкологических центрах, преимущественно в следующих. В сложных клинических случаях для уточнения диагноза, в случае установления диагноза, включая распространенность онкологического процесса и стадию заболевания, в целях проведения оценки, интерпретации и описания результатов, врач-онколог Калининградской ОКБ организует направление в референс-центры медицинских организаций в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации номер 1372-25-12-2020 года об организации функционирования референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований на базе медицинских организаций подмедленственных Министерству здравоохранения Российской Федерации. После проведения консультации и подтвердения диагноза тактика лечения устанавливается консилиумом врачей, включающим врача-онколога, врача-радиотерапевта, врача-нейрохирурга при опухолях нервной системы, Калининградской ОКБ или в Центре амбулаторно-онкологической помощи, в том числе онкологическим консилиумом, проведенным с применением телемедицинских технологий. В случае изменения метода лечения проведения онкологического консилиума обязательно. Диспансерное наблюдение врача-онколога медицинской организации, в которой пациент получает первичную медико-санитарную помощь за пациентов с выявленным онкологическим заболеванием, устанавливается и осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 548Н от 4-6-20 года об утвердении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями. Информация о впервые выявленном, верифициранном случае онкологического заболевания направляется в течение трех рабочих дней со дня его выявления врачом-онкологом медицинской организации, в которой установлен соответствующий диагноз методический отдел Калининградской ОКБ, в том числе с применением МИС БАРС. В условиях острого кадрового дефицита данная система помогает оптимизировать маршрутизацию пациентов и распределяет нагрузку между всеми участниками процесса. Спасибо за внимание. Я просто хотела сказать, что я представляю областную клиническую больницу, в составе которой отделение противоопухоли лекарственной терапии. Но, я надеюсь, с мая следующего года у нас построен онкологический центр, и он начнет функционировать уже отдельным звеном. Вопросы? Вопросов нет. Ну, наша конференция подошла к концу, и заключительное слово предоставляется старшей медицинской сестре Гидро Наталье Николаевне. В заключение хочется сказать, что благодарю вас за внимание и интерес к нашей сестринской секции. Выражаем благодарность нашим спикерам, докладчикам за такие интересные доклады. У нас во время конференции нашей возникает с каждым годом все больше вопросов. Такой был конструктивный диалог, мы обменивались, уже какой-то обмен опытом происходит. Именно медсестра, такая гуманная профессия, ее знания и умения, это влияет на исход лечения и качество жизни пациента. Надеемся на дальнейшее сотрудничество, обмен опытом. До новых встреч в следующем году. Олег, спасибо большое за участие. Рада будет видеть вас. А спикерам, пожалуйста, задержитесь на минутку, подойдите сюда. Ладно? Выключаем это?